Рады представить наших гостей. Сергей Жуллин, режиссер проекта «История успеха» Таловик Соколенко, начальник управления молодежной политики Миколаевской Мирской Рады. Доброго ранку вам, я хочу вас с нами. Итак, что это в первую очередь за проект? Потому что у меня «История успеха» название, оказывается, это рабочее, есть еще название, я так понимаю, что творчество обрелит в этом проекте. Да, ну, наверное, нужно сказать, этот проект родился вопреки такому расхожему мнению, которое основывается на выражении «нет пророка в своем Отечестве». То есть, есть определенный стереотип, причем как и у николаевцев, так и у жителей других городов Украины. Что есть в Николаеве, что-то может быть хорошего, а вот нет. Мы, наверное, вот вопреки этому такая возникла идея создать цикл роликов небольших, там их хронометраж 4 минуты, то есть такой интернет-формат, который бы рассказал истории успеха молодых, оптимистичных николаевцев, которые каждый занимается своим каким-то делом в разных направлениях, то ли это бизнес, то ли это образование, искусство. Ну, вот это основная идея. Идея, я так понимаю, родилась, и как взаимодействовали вы с управлением, потому что кто был инициатором в первую очередь? Сначала был грант или проект сначала? Сначала, конечно же, идет инициатива и идея. То есть наша уже задача найти способы и процедуры, как поддержать эти проекты. И почему мы, когда рассматривали эти проекты, это же конкурсная основа, то есть в принципе не все может быть поддержано. Почему этот проект был поддержан? Мы сейчас очень часто слышим там какие-то, что кругом зрада, все пропало, что действительно много негативных историй. Люди говорят, что да, вот Николаев там и такой, и не такой, и так в нем не так. На самом деле мы очень часто не обращаем на то, что рядом, внимание на то, что хорошее. И вот эти ребята или группы людей, у которых будут сюжеты, видео, то это действительно примеры людей, которые берут ответственность на себя. То есть они предлагают что-то другое, чем есть у нас на данный момент. Они берут ответственность, они реализуют свои идеи и они успешны. Ведь это хорошая форма мотивации для молодых людей, как себя реализовать в городе. При том, что герои этих видео – это очень разные люди в разных сферах, образование, бизнес, то есть каждому свое. И я думаю, что для нас, как для управления, которое отвечает за формирование молодежной политики, важно иметь и знать этих героев в лицо, а еще лучше иметь у них небольшой такой вот видеоподборку, которую мы в принципе также можем и в дальнейшем использовать. Это же не разовый продукт. Поэтому мы когда рассматривали, мы подумали, мы проанализировали тех, кого предлагали ребята на главных действующих лиц сюжетов, мы подумали, что нам это интересно поддержать. И когда ребятам, потому что они сделали очень качественное видео со всеми правильными ракурсами съемки, и я думаю, что многим ребятам будет это интересно посмотреть. Плюс мы действительно это будем распространять и в соцсетях, и в новостных ресурсах, потому что люди должны видеть, что есть что-то хорошее и стремиться к этому, а не только закручивать себя на негатив и находиться постоянно в этом процессе. Поэтому мы рассмотрели, поддержали. И хочу сказать, что в принципе для нас это уже очень частая практика. Мы в год поддерживаем больше 40 общественных инициатив. К сожалению, не все, но все и не можем поддержать. Это было бы даже неправильно, тогда конкурс не будет конкуренции. Но могу сказать, что даже сегодня у нас проходит еще одно заседание конкурсной комиссии, где мы будем рассматривать вновь поданные заявки на последний квартал этого года. Порядка 10 заявок. Будем рассматривать комиссии, какие из них будут достойны получить бюджетное финансирование. Я думаю, что это не самый сложный процесс. Да, он, конечно, не простой в первый раз. Но если один раз это научиться делать, то я думаю, что дальше это просто будет определенная такая механическая работа, ну и плюс творческая как идея. Поэтому, если пользуясь случаем, всех призываю, следите за нашими анонсами. Мы традиционно это делаем 4 раза в год, под каждый из кварталов года. Ну, теперь я понимаю, есть досье уже, так сказать, на николаевцев, которое можно будет уже использовать для того, чтобы популяризировать Николаевич, но как определенную житницу талантов, либо людей, которые, вопреки всему, могут реализовывать свои идеи здесь. И не говорить, что в Николаеве, к сожалению, это невозможно доехать в Киев, либо в какой-то другой город, и там все расцветает, все буяет. Герои, где вы их искали, кого брали все-таки на конкурсную основу, как выбирали, кого предлагали? Ну, основной подход к отбору был, чтобы это были люди разного направления, то есть, и, конечно же, молодежь активная, вот. В число этих людей входит и художник, и владелец собственной фотостудии. Киборг, который прошел Донецкий райпорт, сейчас работает учителем в школе, вот. И служит таким примером для школьников. И много других историй, изобретатель анатомического стола, как бы. И, то есть, люди разнонаправленные. Ну, вот как раз с некоторыми из них уже наши зрители знакомились в ходе некоторых эфиров. А мне вот самое интересное, у нас есть одна история, которую уже подготовили, и будет уникальная возможность сейчас у Николаевцев ее увидеть. И я тоже очень, если честно, хочу все-таки результат увидеть, потому что наслышан. А ком будет эта история? Потому что этот человек занимается тем, чтобы молодое подрастающее поколение в Николаеве интеллектуально возросло над собой. Да, кстати, вот интересно очень получилось. Ну, как-то не планировали так. Двое героев занимаются тем, что они что-то создают для детей. То есть, один герой – это автор детских сказок Погорелов. Причем эти сказки двуязычные. Погорелов Тейлз. Вот, и второй наш герой Максим Усиенко, он изобретатель интеллектуальных игрушек для детей, кубиков таких для развития. И вот они выиграли этот проект Кубомания, они в Киеве выиграли конкурс стартап и получили грант 800 тысяч гривен для реализации этого проекта. То есть, опять же, вот как аналогичная ситуация. То есть, у них была идея, но, конечно же, одной идеи мало. На идею должно прийти финансирование, должна быть, понятно, и команда, и финансирование. Вот, они выиграли стартап, получили 800 тысяч гривен для реализации этой идеи. И, я думаю, в скором времени украинцы, украинские дети, да, могут играться этими игрушками. Вот так, да. Как бы там ни звучало это автологично, но стартап поддерживает стартап. Ну да. Да, поэтому... Поворот. Да, стартапа в природе. Я предлагаю посмотреть небольшой ролик, и после него поговорим дальше. Я Максим Мусієнко, керівник стартап-проекту Кубаманія. Розробка интеллектуальных дитячих кубоков. Дети – это вечная тема, и их развитие, формирование личности. Поэтому мне понравилось, потому что я бы сам грав в эти игрушки. Поэтому мы захотели этим заниматься. Десь півроку пішло на то, чтобы сформировалась команда, которая смогла что-то працювать. И через месяц-два у нас уже появились первые прототипы. И через четыре месяца от начала работы мы уже смогли выиграть конкурс «Вернадский челленджер» и отримать грану. Мы должны уже в ближайшее время сделать небольшую партию. И эта партия будет продаться различным дистрибьюторам. И в Миколаеве, и в Киеве, и даже за кордоном. Когда выбралась тема, я памятаю, меня запитали в Айоті Хаби, что вы хотите, что вам понравится. Ну, это то, до чего лежит душа, как говорится. Потому что каждая людина в своем жизни играла с кубиками. Отже, эта тема – она вечно. Есть разные подобные проекты. Наш также имеет свои отличия, будет иметь свой внешний рынок. Я памятаю, когда у нас появился первый кубик. Он еще был очень примитивный, но он уже работал. И, знаете, все співчуття, когда ты их складываешь, и они показывают, изменяются. Наступный крок – это когда мы уже начали на 3D принтере его разработать. Конечно, очень большой крок был, когда мы попали на выставку за Айоті Хабом в Киеве. Мы увидели, как люди реагируют на наши вироби. Ну, и один из главных пиков – это выигрыш «Вернадский челленджер», потому что он показывает, что люди поверили в эту идею. Теперь просто нужно это реализовать, показать, что эта идея действительно верна, и люди не помылились в том, что поверили в нас. Это разнообразная команда, которая может закрыть абсолютно все вопросы. Есть программисты, есть конструкторы, есть дизайнеры, есть экономисты. Как бы ни казалось, это примитивная игрушка, но это элемент технологии интернет-речей. Потому что тут есть и мультимедия, тут есть подключение к интернету, поэтому возможности очень высокие. Наступный крок – это будет виртуальная и додатковая реальность. То есть это лишь начало. И как бы оно ни казалось простым, но тут потенциал очень высокий, закладывается. Сейчас тема стартапов, она интернациональна. Будь-хто может подавать и в Киев, и в Испании. Сейчас границы они возникают. Поэтому будь-хто с идеей, он может попасть в будь-куда у света. Миколаев в рейтингу IT, он не входит в пятерку, но уже очень близко. И тут много чиновников. Это и деньги, это и инфраструктура. Потому что очень важно для IT-инфраструктуры, чтобы тут был аэропорт, который бы работал. То есть есть определенные такие организационные моменты, которые, если мы их решим, будем рушить вперед. Миколаев все же въедет в пятерку, он мает все шансы. Потому что есть порт, есть понимание, есть люди добрые. Мы можем, все зависит от нас. МИСКИЙ ЭКСТЕРЬЄР Можу сказать еще одно, что только МИСКИЙ ЭКСТЕРЬЄР выдаёт то, что это сделано в Миколаеве. Потому что по другим показникам, скажем так, все штампы, которые есть там особистые, или у людей в Миколаеве, я думаю, они возникают за какие-то съемки, монтажу. За это величезный респект, потому что продукт реально всеукраинский и можно показать даже за кордоном. Если говорить о Кубоманию, проект работает благодаря тому, что есть величезная команда. Как ваш проект створил, скажем так, кто были однодумцы, которые помогали в его реализации? Чи это много людей, или это все в двух, или в один, или как? Команда небольшая на самом деле. Часть команды – это студенты университета Черноморского национального университета имени Петра Могилы, вот, журналистский факультет, вот, и мы задействовали технику учебной студии университета. То есть, для них сразу была такая лаборатория уже? Да, конечно же, участие в этом проекте было и профессиональных режиссеров, но все-таки участвовали в этом именно студенты, и для них это в какой-то степени даже первый опыт такой профессиональной съемки. Ну, я думаю, что это круто, что о молодежи рассказывают и показывают, о молодежи и молодежь показывают. Это круто на самом деле, потому что происходит такое вот взаимодействие. Я так понимаю, что у нас сегодня был эксклюзив, вообще из эксклюзива, потому что кроме вас и монтажера еще никто не видел эти ролики. А когда смогут, Николай, все-таки? Да, в этот четверг, 7 сентября, в университете имени Петра Могилы, в центральном корпусе библиотеки состоится открытие и презентация этого проекта, на котором будут показаны все семь роликов. Можно будет увидеть и героев этих роликов, и всех, кто участвовал для поддержки этого проекта, организации. Вот такая открытая площадка, платформа для показа этого проекта. То есть, по сути, такая пресс-конференция, да? И с героями тоже можно будет пообщаться, увидеть их вживую. Приглашаем всех, приходите. 7 сентября в 14.00 в университет Петра Могилы. И еще один у меня вопрос все-таки остался. Еще с самого начала он у меня так сидит на языке, я его сейчас уже, думаю, есть смысл задать. У меня «История успеха» написаны, а есть еще одно название. Какое же оно на самом деле? Да, ну, если честно, как бы у нас изначально немножко был стопор в этом вопросе. Как же назвать проект? Потому что, в принципе, аналогичные проекты были в других городах, во Львове в частности. Вот, у нас в Николаеве не было. Вот, такое расхожее название «История успеха», ну, это как-то уже так и приелось. Весьма на полугу, скажем так, да, все понятно. На поверхности лежит. И долго мы не могли придумать название, и тут как-то так в голове что-то выстрелило. Ну, сперва мы даже не отнеслись к этому серьезно, и до сих пор опасаемся, чтобы нас правильно поняли. Назвали мы этот проект «Людхэштег Никовый период». «Людхэштег Никовый период». Вот, и мы хотим этим сказать, что Николаев не остался в ледниковом периоде, что нам давно пора уже разморозиться, быть в авангарде, быть на передовой, впереди, вот, и двигаться вперед. Вот, основной такой посыл. Так что, друзья, размораживаемся все, активно, дружно, ну, и, конечно же, приглашаем всех на презентацию, приходите, будет интересно, я в этом уверен. Спасибо большое вам за то, что сегодня пришли к нам в студию.